Привет! Обычный спальный район Москвы. Ничем не примечательный. Называется он Раменки. И в этом районе я сегодня приду в гости. В гости вот сюда. Давайте посмотрим, что это и зачем я ждать. Это трикотажное ателье. Здравствуйте! Привет! Мы пришли. Всем привет! Привет! Приветствую вас на канале Стоквул. Подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик. У нас очень много полезных видео. И сегодня мы снимаем очередной фильм с нашей Костей. Точнее мы пришли в гости в ателье к Ольге. Добрый день всем еще раз. Я Шутова Ольга и я водительца моего частного маленького, уютненького ателье. Трикотажного ателье. Мы вяжем трикотажные изделия на вязальных машинах для того, чтобы людям было комфортно по жизни идти в красивом стиле, в своем, индивидуальном, в хорошем исполнении. Так что информацию какую-то о нас, что вас интересует, вы можете. И наши модели, опять-таки, вы можете узнать в соцсетях, в ВКонтакте. Мы есть в Нельзяграмме. Пардон. И у нас есть сайт шутелье.ру. Поэтому в поисковике вы тоже нас можете найти. А можете найти у нас под видео в описании. Ольга? Ну, расскажи что-нибудь о себе. Как ты вообще ощущаешь себя в ателье? Как ты до такой жизни такой, да. Я вяжу с детства, лет с 14, для себя именно. Вот на себя все время все вязала. Очень это дело люблю. Сам процесс. Люблю выбирать нитки. И в один прекрасный момент у меня муж посмотрел на мои запасы грандиозные. Запасы чего? Запасы пряжи уже. И запасы готовых изделий, которые я не успевала снашивать в то время. И сказал, что пора мне приносить в пользу не только себе, но кому-нибудь другому. И таким образом у нас и родилась идея, что нужно сделать что-то вроде вот ателье, скажем, трикотажного. Так как у меня нет образования модельера там или что-то, как бы коллекции создавать, это как-то слишком, наверное, подвязано, как бы в моем случае, может быть даже. Вот. И решили достаться на ателье. Небольшом ателье. Вот мы... У меня была вязальная машина. Дома? В том времени дома, да. Вот. И перенесли все в помещение нежилое. Докупила пару машин, чтобы было... Разного класса были машины, чтобы я могла вязать разного вида полотна. Потоньше, потолще. Вот. Наняла человека. Ну, пока одного. Ну, мы только начинаем, я так думаю. Вот. И вот начали мы такой процесс. Сложный, в принципе, мне кажется, достаточно, потому что, конечно, не знаю, как клиентов найти, конечно, может быть, не так просто, как кажется. Хотя вроде все восхищаются, но чтобы сказать, вот приходить, заказывать, как бы не всем это охота. Люди просто, очень многие хотят прийти и купить просто вещь. Вот. То, что тебе понравилось, влюбилась. Не все, может быть, знают, что бы им хотелось. А вот понравилось, что бы понравилось, все увидел. Ну, тоже мы же вяжем вещи. Ассортимент. Да. Мы вяжем вещи просто, когда у нас нет, допустим, заказа конкретного, мы вяжем любые вещи, потом предлагаем их на продажу. У меня приходит, у меня в прошлом году женщина пришла, 4 сразу вещи купила, то есть ей понравилось из того, что мы навязали. Понятно. Кто-то наоборот приходит и говорит, я вот, мне не подходит то, что там что-то там по росту, по длине, по ширине в магазине. Я хочу вот простую вещь, ну, вот связанную по своей размере. Это наш клиент, пожалуйста, добро пожаловать. Мы с ним работаем и пока, по крайней мере, все довольны. Отлично. А теперь давай по порядку. То есть получается, что у вас семейный бизнес? Или это просто спонсором и идейным вдохновителем стал муж? Ну, получается, да. Получается так, он как бы участвовал на момент, как сказать, оформления всего, да, вот какой-то там ремонт, какой-то вот это самое, вот эти вещи он участвовал. А сейчас, конечно, он не участвует машинами, он не занимается вязальными, чтобы там помогать мне в обслуживаниях или что-то. Вот, поэтому как бы вот только подавать идеи. И может критиковать меня периодически. Ну, бывает. Ну, еще как клиент выступает у меня тоже иногда. Ну, классно, хороший. Да. Так, а скажи, пожалуйста, такой злободневный вопрос. Как? Вот пришла идея создать ателье. Что ты сделала первым своим шагом? Какое-то юридическое оформление? Или сразу побежала помещение искать? Или прям какой-то страх чего-то там был? Вот как оно самое начало? Ой, не знаю, как это вот определить, что зачем у нас случилось. Сначала, да, вот когда надо было чем-то заниматься как-то вроде, потому что работу я с появлением детей бросила, так получилось. У меня, да, у меня работа переехала, с ней мы покончили с этой работой. А делать что-то надо, охота уже как бы, потому что дети ходят в сад, в школу, как-то, в какой-то деятельности охота. И, значит, официально работать. Но официально работать это и по оформлять, соответственно, как бы, ну, с чего-то начинать, да. То есть первый шаг был оформление юридического. Да, я, в принципе, да, начала с этого, скорее всего. Ну и потом, как бы, чтобы не было вопросов, да, если вот ко мне придут, скажут, что ты тут работаешь, что ты делаешь, у меня все оформлено, у меня все официально. Я спокойна в этом плане, как бы, не дергаясь, как бы. Заплати налоги и спи, спокойно. Я решила, мы с мужем решили так, что лучше, лучше так. Отлично. А дальше, вот ИП есть. Время на ИП работает так, что чем дольше бездействуешь, тем, как бы, меньше зарабатываешь, но больше платишь налогов. Да, налоги, ты все равно платишь все же, да, а выхлопа никакого нет. Помещение. Вот я смотрю, у тебя довольно большое, такое грамотное помещение, где и машины стоят, и кабинет личный есть. Ну, мне очень повезло, надо сказать, с помещением, потому что оно у меня было. Вот, и, соответственно, я уже решила здесь, как бы, сделать то, что хочется мне. Вот, и, соответственно, у меня отпадает очень большой момент, это аренда. Поэтому я могу закрыть на летний месяц, например, уехать отдыхать, как бы, да, потому что летом клиентов, как бы, соответственно, тоже нет. Все образуются-то почему-то к зиме, к осени как-то вот, и даже на ремонт. Ну, потому что трикотажная сезонная. Мы делаем еще ремонт, да, и, соответственно, вот на ремонт люди приходят к нам. Так тоже к осени все просыпаются, и, соответственно, работы больше у нас осенью и зимой. В сезонность трикотажная. Да, следующий момент. Хотя мы вяжем вещи и легкие, и летние, и топы, майки, платья летние, ну, как бы. Ну, мне кажется, это просто очень многие привыкли, что если вязаная, то тепло. Да. Нет, здесь такого, мне кажется, такого нет. Я бы хотела разрушить этот стереотип. Класс. Потому что я во всем хожу вяженом из вязаного зимой и летом. Есть прекрасные пряжи из льна, из шелка, которые круглогодичные, и, ну, не знаю, нет такого, что летом носит вязаная. Вязаная, носит вязаная, абсолютно спокойная. Главное – брать фасон. И потом у нас в Москве, например, не всегда-то жаркое лето. Да, кстати. Так что очень даже хлопковые, шелковые платья и, ну, не скажу, свитера, наверное, уже это какие-то. Ну, джемперы какие-то, кофточки, да. Да, кофточки, накидывать, палантинчики опять-таки, которые там немножко-то накинул, когда прохладненько, и так далее. Это круглогодичная вообще история. Многослойность. Тоже, да. Недавно в клаве упомянутая. Я даже вот, считается, что нельзя одевать трикотажное изделие на трикотажное. То есть, да, вязаная-вязаная. Ну, вот, да. Я абсолютно одеваю спокойно кардиган на топ, скажем так, вязаный. Или на платье вязаный спокойно ходишь, и вязаные брюки, вязаный топ, вязаный кардиган. Мне даже для Инстаграма я фотографировала, тоже так делала, это спокойно. Ну, мне кажется, вот этот трикотаж... Мне кажется, все хорошо. Да, этот трикотаж – это определенная сработка души. Ты можешь быть прямо толще и сильно не один между друг на друга, да, если тебе там некомфортно. Но, опять-таки, кому-то может и комфортно. То есть, толстого хлопка топ, допустим, да, и такой же кардиган сверху, человек чувствует себя хорошо. Я люблю потоньше трикотаж. У меня машины позволяют делать его не очень толстым. И, соответственно, мне многослойность его даже в таких изделиях очень даже и зимой и летом. Отлично. Следующий вопрос про организацию ателье. Ну, ателье предполагает, что здесь какой-то определенный поток клиентов, поток заказов. Это, соответственно, оборудование должно быть. У меня четыре машины на данный момент. Две пятого класса, одна третьего для толстой пляжи и одна седьмого – это для более тонкой пляжи. Ну, не знаю, тут все вязальщики, зрители элемент, как бы, объясняю немножко, как бы, для тех, кто не очень в курсе. Вот, чтобы был ассортимент, опять-таки, вязания разного полотна, разного толщины полотна, да, чтобы кому как нравится, зима, лето и так далее, и так далее. Пока у меня четыре машины, этого мне хватает. Вот, они компьютерные, три из них, в принципе, компьютерные, но необходимости даже использовать часто рисунки у меня не возникает, потому что люди не очень, как бы, наверное, жалуют, возможно, рисунки, потому что, может быть, считается, что это как-то... Бабушкина, да, или что-то. Ну, может быть, определенные стереотипы. Вот увидела в магазине что-то такое ровненькое, но интересного кроя. И вот, да, очень часто люди приносят с фотографиями, приходят из интернета какие-то. Вот, хочу вот такое. Можете? Ну, можем. Пожалуйста. На том и ателье, что можем все. На том и ателье, да, что мы берем картинку и максимально похоже делаем, человеку нравится. А как долго ты закупала машину? А, это все просто было. В одном месте как-то я, ну, как всегда, Авито. Ну, Авито. Потому что так, в магазинах продажи, как бы, таких машин нет, разнообразие, поэтому приходится искать вот какие-то такие варианты, скажем, даже, возможно, поддержанные, потому что металл, механика, она есть механика, как бы, ничего с ним не делается даже с годами. Допчасти на них есть, вопросов с ними нет. Вот, поэтому вот купила, нашла человека, у которого все, без ассортимент машины, которым не нужно, был в наличии. Не знаю, повезло мне ли это, так часто бывает. Ну, вот, как бы, одного человека все купила, они все служат, они все работают. Спонсор муж, ну, да. Передай ему большой респект. Передам. Конечно, если вот говорить об этом, то, конечно, нужны какие-то вложения, потому что машину купить, это стоит денег, но это, как бы, априори, в любой бизнес нужно вложиться. Вот ты хоть как это самое делай. Поэтому тут без вложений никак каких-то изначальных, по-любому. Да, это понятно. А скажи, пожалуйста, на машинах вяжешь ты, либо у тебя персонал специально обучен? У меня вязальщица, которая всю жизнь вяжет на вязальных машинах, всю жизнь. Вот как скоро закончила, пошла и все. Вот она с тех пор в этом производстве, вязальном, все время. И на таких машинах, на больших промышленных машинах, человек всю жизнь вяжет и связывает все время с трикотажем. Вот, и я, конечно, тоже сама вяжу, и я вяжу, я ей предлагаю услуги ручной вязки. У меня есть... Посмотрите, пожалуйста, ручного вязания. Пример, например, моего творчества. Вот, и есть у меня клиентка, которая мне... Я похвастаюсь, сказала, что она моя поклонница. О-о-о! И что-то делаю, мы иногда делим работу, что-то делает она, что-то делаю я в одном изделий. Ну, вот, это уже как бы как... Вариативность, распределение обязанностей. Да. А скажи, пожалуйста, где искать работников? Где они вводятся, такие, которые... Все у меня тоже просто получилось, потому что я тоже дала объявление на Авито. Авито наше все получается, да? Авито, вот как всегда, вот так получилось. Специально и не давала, там, мне работу Ару ничего я не давала. Как-то я... Так получилось, что я дала объявление, мне быстро она позвонила, и мне еще несколько человек звонили, вот. А, ну, вот осталось у меня пока... Пока так, вот нам хватает работы, как бы, в таком составе. Вот, хотя я планирую как бы еще... Расширять. Расширить. Ну, что расширить? У меня машины есть, на которых работают, да? С большим количеством заказов, на которые я все-таки рассчитываю, да, будет больше, соответственно, как бы искать людей. Ну, нашла я вот удачно ее, и она у меня работает уже как бы второй год получается. Классно. Вот как-то так. Молодцы. Ну, про то, как ты сделала ателье, про то, какой у тебя классный муж, это мы все поняли. А теперь скажи, пожалуйста, вообще, идея ателье. Зачем? Зачем ателье, а не просто какое-то производство? Это, на самом деле, все очень просто, потому что те, кто меня, например, знают, они знают, что я... Габаритов мне стандартных немножко, у меня маленький рост, вот. Вот. И я полная, всю жизнь была полная. И вещи, которые продаются в магазинах, мне, например, просто не подходят. Ну, это очень многим проблема. Вот я знаю, да, я периодически слышу, что увидим тоже, вот все классно, все хорошо, вот рукава не такие, а вот длина не такая. И все так, а вот у кого-то там грудь большая, там тоже что-то не так, или там наоборот, там маленькая. Вот. И, соответственно, как бы вот встает вопрос, чтобы делать что-то такое, что подходит человеку индивидуально. Я и в свое время в ателье обычные вещи тоже обращалась шить. Я сама шью. Ну, когда работаешь, что как бы не до этого, поэтому обращаешься я вот в офисе, когда работала. Вот. Потому что сшитые вещи, даже ткани тоже трудно найти. И, соответственно, как бы вот встает вопрос о том, чтобы связать именно подразмер человека. Вот буквально сегодня пришла девушка и говорит, мне, а, просто я высокая ростом, я нестандартная, выше, чем стандарт, и мне все брюки вот там врезаются, пардон за подробность, отбиваются, некрасиво, нехорошо, неудобно. Я говорю, мы пришли по адресу, мы сделаем так, что вам будет удобно, и все будет вам комфортно. И длина брюк будет такая, как надо, а не по колено. Ну, человеку, который метр восемьдесят ростом. Поэтому я вот даже уже как бы занимаюсь этим и обмеряю людей, иногда тоже замечаю на улицах, что девушка высокая, а брючки целую коротковатые. А, она любит. Бывает такой стиль, а бывает, конечно, что это видно, что просто короткие. А еще и каблучки надела, и прям... Да, но это уже как бы... Бывает, что люди так любят, как бы, тут вопросов, конечно, нет. Вот. Поэтому вот идея та, познакомить человека с комфортными, вещами. Во-первых, я использую пряжу, только очень хорошую, только натуральную. У меня бывает, да, и с Машей тоже мы познакомились на эту же тему, как бы, да, с пряжей. Вот. Я стараюсь по минимуму, чтобы в составе был полиамид. Он должен быть, потому что, например, на брюке без этого никак нельзя. Акорио полиамид это все укрепляет. Пряжу все понятно. Вот. Но в то же время, даже из стопроцентного мереноса и с кашемирами вяжем костюмы даже брючные. Вот. Я стараюсь познакомить людей, привить им любовь к хорошей пряже, а не то, что, пардон, продается в магазине, и иногда бывает качество не совсем потребного. На мой взгляд, опять. Это мое личное убеждение. Бывает. Приходишь в фонс-маркет, смотришь, вроде вещь нормальная, берешь, и она хрустит. Как-то, да, не хочется ее даже не дать. А вот здесь, как бы, у меня есть возможность, сейчас есть возможность купить хорошую пряжу, и я к этому же, да. Вот. И выбор хороший, и цены, в принципе, нормальные, мне кажется. Как бы, не то, чтобы сказать, там, если ты вяжешь, то заоблачная прям сразу цена. Нет, мне кажется, вполне достойно, особенно, если мы возьмем покупные вещи, которые из кашемира, сколько они стоят, то это не подступишься. Ну, там, наверное, еще, да. В нашем ателье вязать даже попроще, мне кажется, по-моему, подешевле в этом плане. Если сами... У нас клиенты иногда сами покупают пряжу, ходят в магазин, заморачиваются, но это если им охота так. Иногда вот у меня вот что-то стоит, увидели, о, хочу вот это. Ну, пожалуйста, в принципе, вот. Да, в кладовочку мы обязательно заглянем. Там, на самом деле, очень интересно. Я как знатный хомяк там порылась уже. У меня еще вот здесь тоже кладовочка, у меня полно кладовочки. Я все время, что увижу интересное, сразу покупаю в нескольких цветах. Это у меня какая-то, наверное, болезнь, чтобы закупать. Ну, некоторым даже из того, что нравится, как бы мы потом вяжем даже, кому-то что-то вот понравится. А вот, иногда людям показываешь, что-то говоришь, ну, кому-то нравится, кому-то нет, на вкус и цвет. Поэтому мы есть ателье, в которое можно прийти, вот, и сказать свои пожелания. Мы предложим то, что есть у нас, или то, что есть в магазинах пряжи, ну, то, что вот видно, как бы, да, можно купить. Вот, и люди, у меня один раз женщина пришла со своей пряжей. Я говорю, ну, я ей вязать только, мне некогда, вяжите мне вот кофту, хочу такую, вот и все. Ну, вот я тоже. Мы взяли ее пряжу, как при помощи, я про меня. Да, полностью ее использовали под ноль, так у нас получилось. Ну, стало довольно, вроде все нормально было, ушло. Отлично. Готовая одежда? Готовая одежда есть? Да, есть, мы вяжем. Бывает иногда, что даже так, что мы свяжем клиенту, не подходит. Ну, по некоторым причинам. Иногда распускать, как бы даже, вот, мне жалко, потому что, ну, хорошая вещь. Я знаю, что это же пряжа, у меня есть еще. Я клиенту могу связать из другого, у меня останется эта вещь. И вот то, что вот так вот было у меня, они ушли, эти вещи. Вот, как ни странно. Хотя другого человека связаны, но они все равно каким-то вот образом, как будто другому понравились, они ушли. И мы вяжем, чтобы показать людям, во-первых, что мы вяжем. Что мы можем. Что мы можем. Какие фасоны, что... И вот у меня, я говорю, правда, люди приходят, смотрят, а я вот хочу вот такую же, только вот там другого цвета. Ну, вот ищем пряжу другого цвета, допустим. И в соответствии с нашими возможностями мы вяжем то, что вот... Ну, как получается. Вы сливливаете человека. Да, да. А ты еще говорила про ремонт одежды. Что такое вообще, в принципе, ремонт одежды? Ну, помимо дырок и затяжек на трикотажных изделиях, вот мы, это самое распространенное, да, съела моль, ой, там еще что-то, там порезал, там затянул, там потянул, вот, там на перчатках что-то разошлось, это бывает вот тоже, кто-то, может быть, сам может сделать, а кто-то и может считать, что у него руки не так вставлены. Вот сами так говорят люди, потому что, когда приходят, вы лучше сделаете хоть как-нибудь. Ну, вот как, вот. Делают профессионал. Соответственно, как бы мы делаем, да, делают профессионал. И по возможности, конечно, мы же понимаем, что приходит к нам, чтобы было незаметно сделано. Да. Вот, соответственно, как бы мы подбираем нитки, все делаем так, чтобы было в лучшем виде. Ну, бывают, конечно, дырки, которые дома как-то не заделывай, они видны. Нет, ну, а сейчас же очень такой тренд художественное. Еще бывает, да, пришла женщина с изделием, такая ткань, она не трикотаж, она вроде трикотаж, а вроде не трикотаж, как вот с пропитками или с чем-то, как резина такая вот штука. А сын прожег. Сделайте что-нибудь. Ну, вот мы вот таким вот способом вот этих вот ниточек, мы звездочку там не делали. Потому что это сын, это мальчик, а там цветочек не сделаешь. Звездочку вот такую мы ему сделали. Причем это было с двух сторон, потому что толстая ткань. Ну, вот осталась она довольность. Сказала, ой, очень хорошо, главное дырки нет. Ну, вот как-то так бывает. Не свистит, не везде. Такая подежда, да. Бывают такие моменты, когда вещь становится со временем неподходящая. Вытягивается. Или человек худеет, толстеет, там, не знаю, что. Вот недавно была женщина, которой юбку надо было укоротить. Ну, соответственно, на пояс убирали пояс, укорачивали, пришивали пояс и так далее. Вот такой ремонт тоже у нас осуществляется. А дети вырастают из одежды? Вот тоже есть такой пример, где мальчику мы делали на таком вязаном жакете, таком плотном, на искусственном меху такой жакетик. Рукава короткие. Вот мы довязывали манжетик на руку, подлиннее. Прям не портили изделие, чтобы, если что, можно было отпороть и будет прежний размерчик и прежний вид у изделия. Пришили просто манжетик дополнительный, который на 5 сантиметров длиннее. И получилось, как будто вообще так и было. Удачно. К синий подобрали цвет, как бы узор к этому, да, который. А там вся каждая была такая. И прямо вообще сказали, что как здесь было, очень счастливый родился. С жакетиком почти новым, считай, потому что ручки нормальные, всё, рукава по размеру. А что зажигает больше, создание полного изделия или ремонт? Вот, например, меня, когда мне даже муж подходит и говорит, под шею или там дырочка. Вот я полгода не могу к этой дырочке подойти. Вот зажигает. Дома, может быть, я тоже полгода не могу к дырочке подойти. Вот для чего нужно делать собственное отелье, понимаете? А когда приходит клиент, ты не можешь ему сказать, прийди через полгодика, у меня будет настроение, я вам сделаю. Нет. Ты уже берёшь, всё делаешь, потому что это надо. Потому что это за деньги? Или потому что это репутация? Нет, это скорее как бы... Я сама в некоторых моментах клиент, да, чей-то. Я понимаю, что как клиент, я хочу, чтобы мне была оказана услуга хорошая. Правильно? Вовремя. Когда мне нам надо, когда я могу и так далее. Если человек ко мне пришёл с ремонтом, ему нужно сейчас. Я должна ему сделать в ближайшее время. Я тянуть с этим как бы не могу. Если, конечно, у меня несколько изделий, это один вопрос. Ремонт соответствует с очередью, что называется, да? И мы, конечно, не можем сделать в тот же день, потому что в основном как бы всё-таки мы достаточно заняты. Вот. Но день-два мы ремонт оставляем себе и делать стараемся, конечно, побыстрее. С вязанием, с изготовлением изделий другая история, потому что каждое изделие требует мало того, что расчётов, образцов. Образцы надо постирать, отпарить. Они должны отлежаться с машины связальной. Они должны высохнуть. Поэтому потом уже как бы клиенту нужно образцы тоже предъявить, показать, что вот так и так получится. По-толще, по-тоньше, опять-таки, если это не нравится, значит, переделываем. Ну, по-толще, по-толще связали, опять тот же самый вариант отпарили и так далее. Вот. Ну, обычно хоть от одного раза, потому что, ну, толщину мы оговариваем, какие-то образцы у нас готовые уже есть. Вот. И потом только идут расчёты. Мерки снимаем в первый день, да, когда заказывают. Вот, вот, расчёты, вязание, стирка, отпаривание, сшиваем, там, намётываем, если это примерка, мы там, для примерки с металли, человек пришёл, померил, потом мы уже сшиваем и так далее. Быстро это, к сожалению, наверное, не происходит. Каждый мой индивидуальный подход к человеку, мерки, все дела, не всегда бывает, вот, у меня такая есть проблема лично, что у меня большие бёдра и узкая талия. Это проблема при маленьком росте, это проблема, видишь, вот скорректировать, вот так вот сделать сразу, да, это как бы, или там, платье вот так вот, тоже, вот. Поэтому это каждый раз, это индивидуально, это каждый раз новая пряжа, и каждый раз это новая история. И не всегда быстрая, не всегда простая, между прочим. Потому что пряжа тоже разная бывает. То пряжа, пардон, рвётся, то она не распускается, когда ты начинаешь распускать, чтобы что-то перевязать. То есть это как бы бывают разные моменты, конечно, и не всегда как бы так вот, что раз, готовое изделие вам тебе, пожалуйста. Вывалилась из машинки, да, стиранная, уже отпарилась и готовая, да. Да, вот так. Только бери и венечком так с полосы убирай все эти изделия. Поэтому, ну, поэтому и ателье. Поэтому, конечно, вот если говорить в вопросе цены, тоже это стоит не копейки, конечно, потому что это наш труд, это наше время. Но это индивидуальное изделие. Это индивидуальное изделие в плане размеров, это индивидуальное изделие в плане цвета, состава пряжи и так далее. Фасона. Ну, да. А скажи, пожалуйста, клиент сколько раз приходит в ателье за одним изделием? Сколько раз ты контактируешь? Вот первый раз он пришёл, познакомился, сказал, что хочет. Да. Иногда бывает так, что люди к нам пришли, вот увидели, что мы здесь, пришли, посмотрели. Ага, ушли. Или я к вам приду. Ну, ладно. Вот. И сюда приходят, хочу сказать, да. Она приходит, а я вот у вас там была, вот, назад. Вот. А вот теперь хочу. Вот. Ну, хорошо. Пожалуйста, мы здесь. Вот. И, значит, мерки меряем, обговариваем пряжу. С пряжей, вот опять-таки, если надо закупать мне, то я, это время опять-таки, да, на то, чтобы я закупала. Я ищу в магазине то, что понравилось бы клиенту по цвету, по фактуре и по толщине. Я предлагаю ему, да, по фотографии, да, ну, то, что сама вижу, предлагаю по фотографии, даю свои рекомендации, что, допустим, там, вот эта пряжа будет там получше, это помягче, это потяжелее и так далее, и так далее. Ну, вот. Ну, изделия. В изделиях это важно. Люди, может быть, не любят тяжелые изделия. Если, допустим, шелк он тяжелый, то ты не получишь воздушные изделия. Ну, да. Если махер он легкий, соответственно, как бы тоже. Вот. Соответственно, вот еще раз, приходит ко мне пряжа. Да, я за пряжу беру предоплату, соответственно, как бы, да, что я же ее закупаю. Вот. Это тоже момент такой. Предупреждаю сразу, конечно, что я за пряжу беру предоплату. Вот. Покупаем пряжу, делаем сразу образец, человек приходит и смотрит, что за образец. Так это уже вторая встреча, получается, да? Да, это вторая. Ну, как минимум, да, вторая. Вот. Мы мерки, все. Мерки можем снимать в первый раз, или если пряжу мы закупаем, можем и второй раз, как бы, то самое уже, как бы, так, вот такой нюанс. Но обычно в первый раз снимаем сразу мерки человека. В соответствии с фасоном, да, как бы, что надо с фасоном, все. Вот. И дальше уже одна примерка, и если все нормально, то в следующий раз человек забирает. Четыре раза, да, получается? Да, четыре. Да, если вот пряжу закупать надо, не то, чтобы у меня есть наличие, то это получается четыре раза. Ну, иногда еще разок приходится находить. С цветами. Иногда вот у нас был такой случай для нас удивительный. Мы постирали образец, он сел одним образом. Когда мы стирали полотно для того, чтобы сшивать, оно не село совсем. Вот совсем. А так, когда вот образец, он, как бы, немножко уменьшился, как бы, да, вот такой все. Хотя стираю все, у меня только использую одну машину, одну стирку все время, одно средство. Но вот разный результат, как так, для меня загадка иногда бывает. Вот. И вот пришлось переделывать, соответственно, как бы, потому что мерки-то поменьше, а мы-то срезали большой получил. Вот. Так что бывает, что вот эта дополнительная встреча, вот она вот таким образом. Случается. Получается, да. Вот. Или, допустим, пряжа ведет себя таким образом, что не ложится вот так, складочка где-то на теле, что вот понравится. Вот, допустим. Стоит колок там где-то, вот какая-то, загиб какой-то. Ну, тоже, если не нравится, мы думаем, как, где, что убрать и подбавить. И, соответственно, тоже приходится переделывать, доделывать. Но я считаю, на том и ателье, индивидуальное, как бы, исполнение, чтобы такие вещи, вот, учитывать. Не все сразу видно, что будет у тебя в готовом изделии. В этом, наверное, и прелесть себя, на самом деле. Творчество. Да. Не то, что даже творчество. Ты не можешь угадать. Это бывает прям лучше, чем ожидаешь. Класс. Ну, как-то да. То есть, да, все-таки ателье – это творческая такая неожиданная работа. Это не работа на производственном потоке. Нет, нет. Нету ничего одного и того же. Да, в принципе, да. Одного и того же, как бы, не бывает. Каждое изделие, вот даже вязали мы для одной девушки одинаковые свитера в разной пряжи. Они все разные. Ну, как бы, потому что одинаковое, вот, такой же свитер, вот, с таким же воротом, и все. А оно получается разное. Ну, выглядит по-разному, сидит по-разному. Трапируется по-разному. Да, и вот, соответственно, вот так. Класс. Следующий каверзный вопрос нашей беседы. Кто ваши клиенты? Клиенты могут быть абсолютно разные. Как это не банально звучит? Это так оно и есть. Конечно, как бы, допустим, бабушки с тележками не наши клиенты. Хотя на ремонт приходят и они. Вот, но женщины, вот, у меня даже молодые клиентки, там, лет 27 девушки, например, было. Я знаю, что ей 27 лет, просто она была клиентка. Она говорит, я не могу найти в магазине то, что мне нравится. То, что я хотела бы носить. Я не могу это найти. Я пришла вот сделать девушку. Она, надо сказать, в тот момент уже нацеливалась делать свои бренд одежды. Не знаю, как у нее сейчас дела в этом году, как бы она и не появилась у меня пока. А вот в прошлом году она вот пришла вот с такой целью, что и то, что потом, то, что мы для нее вязали, то, что мы для нее делали, нравилось ее друзьям и всем. Она там что-то выставляла, что-то еще. Да, вот, и, соответственно, она потом планировала делать большое производство. Молодец, какая девушка. Да, и перед этим она эти модели, которые ей нравились, которые она хотела, она вязала у нас, чтобы потом прийти на производство, предъявить их и чтобы ей там сделали аналогично или как-то. Партию отвязать. Ну да. Партиями уже вязать как бы на продажу или что-то. Ну, это ты рассказала один пример. А, в общем-то, основная масса – это женщины, которые хотят под себя... Да, которые просто хотят себе какую-то вещь, одежду, цветурок или что-то. Вот что-то им не нравится в магазине. Может быть, в этом сезоне цвета не те, которые в магазине, которые они хотели бы носить. А вот что-то произносилось, и хочется новенького, ну, например, да. Очень на ремонт приходят люди, которые видят у нас вывеска из трикотажной ателье. Люди вот приходят с ремонтом, например, по этой вывеске. Вот. Частенько приходят, что... Ну, тут тоже либо увидели, что в трикотажной ателье, либо кто-то сказал. Сарафанная рача. Ну, наверное, да. Можно так сказать. У нас вот рядышком просто салон красоты и приходящие туда люди, они как бы тоже иногда заглядывают к нам, спрашивают что-то, смотрят. Да. Вот так вот бывает тоже. Такой перекрестный, что называется, как-то, да, вариант. Вот. Ну, как-то вот так. Клиенты, они такие, непредсказуемые. Они могут абсолютно появиться оттуда, откуда не ждешь вообще, в принципе, даже. У меня у сотрудницы кто-то знает, что она работает в ателье. И вот пару раз давали вот такие, даже мужчина как-то звонил. Ну, он отсекать не пришел, но все равно какой-то интерес, я имею в виду, да, вот из таких вот еще источников, которые, в принципе, она не подумала бы, что кто-то даст ее телефон. А вот однако. Вот. Появились вот люди. Еще, мы сотрудничали с магазином «Пряжи» с одним, и оттуда тоже вот одна девушка. Она готовый тоже опять такие деревья покупала. Она приезжала ко мне делать что-то там, она так по мелочи как бы, а вот готовый деревья купила клиент. Да, и теперь вытекает следующий вопрос. Вот есть ателье, есть классная репутация, где клиентов искать? Вот кроме сарафанного радио что-то еще работает? Ой, по моему опыту, остальное все работает не очень хорошо. Сарафанное радио, это лучше всего, когда видят на изделие, на человеке, на каком-то, это лучше всего, потому что фотографии и все это, конечно, наверное, не так срабатывает, как люди, которые вот сами говорят, что ой, как приятно. Классно, да, я вот так вот делала, мне очень нравится, вот, классно, да, да, вот. Это вот действует лучше всего, как показывает тактика, потому что у нас есть ВКонтакте, у нас полная ***, как там сейчас нельзя говорить, да, в Инстаграм. Ну, не знаю, вроде как-то люди смотрят, какие-то там подписчики у нас были, ну, сторонние абсолютно люди, которых я не знаю, вот. Вот, но в то же время, вот, по поводу заказов, может быть, люди боятся вот этого дистанционного представления, может быть, ехать далеко, опять-таки, потому что те, кто приходят вот по кругу, да, на шутбол, им близко идти. Они вывеску видят. Да, они вывеску видят, и вот близко идти, не надо заморачиваться далеко, да, а у которых далеко ехать, не каждый поедет уже, как бы, человек. А вот в соцсети, конечно, смотрят люди, которым бывает и в другой город, вот, такое тоже. Слушай, а у меня тогда, знаешь, какой вопрос возник? По месту локации. Вот у тебя в центре спального района. Да. Это вот... Не знаю, насколько это хорошо или плохо. У меня нет такой вот витрины, да, вот, поэтому мне не нужна первая линия, грубо говоря. Вот. Ну, может, было бы хорошо первая линия, но там все дороже. А, здесь еще... Если вот так вот брать такой момент, да, если открывать вот свое... Цена образования, получается. Ну, тоже, да. Опять-таки, чем проще у тебя, с одной стороны, все остальное устроено, ты можешь быть более доступной для большего количества людей. То есть здесь еще целевую аудиторию надо подбирать, потому что какие-то там пафосные люди, которые могут много заплатить, они, конечно, пойдут по первой линии. Во-первых, по первой линии. Во-вторых, для этих пафосных людей есть пафосные продукции, готовых людей. Ну, как-то так. Нет, ну, они захотят тоже. А по поводу ателье, ну, не знаю. Да, сейчас очень, когда я открывала ателье, мне тоже говорили, что ты открываешь вообще? Сейчас такое шматья кругом продается вообще. Вот так вот, ну, любой. Сейчас модно оверсайз, как бы все это вот покупают. И что-то заморачиваешься на то, чтобы кому-то что-то вот... Нет, ну, это же боль, прям человеческая боль. Не любят человек длинные рукава. Вот я люблю, да? А есть люди, которые вот так вот им дальше 3 сантиметра. Это вот длинные, как бы. А вот я люблю вот такие рукава. Я часто вижу себе тоже такие рукава. Талия тонкая. Ремнем затягиваться, знаете, уже сил нет. Вот. И для этого и ателье. Для этого мы существуем, да. Есть люди, которые, несмотря на свои эти проблемы, подпоясались, пошли. Или как-то там, рукава закатали и пошли. Но, может, они не знают, что есть ателье? Ну, может быть, значит, надо как-то им маякнуть. Мы будем надеяться, что наш маячок как-то там сработает. Да. Мы тоже очень надеемся. Если вам нужно ателье, вы в комментариях пишите. Мне нужно ателье. Мы вам координаты прям лично с этими... Как это называется-то? GPS. Такое координаты GPS. Да, мы вам координаты GPS пришлем. При нынешних технологиях и всего. Пожалуйста, даже когда-то GPS местонахождение. Скажи, пожалуйста, может ли ателье с такими мощностями работать с брендами? Я думаю, что бренд должен быть, наверное, все-таки начинающий, скажем так. Наверное, раз скрученные бренды как бы поблесгуют с нами работать. А те, кто начинают, и такой вот еще... Локальные маленькие бренды. Да, маленькие. Бывает такое, что вот девушка одна, она занимается сшитыми изделиями, а хочет перейти на трикотаж. Вот этот пробный такой вот шар забросить, да, вот в это вот... Все, и начать разбираться. Она решила прийти в ателье и связать для себя. А потом, как бы вот, собственно, не дала. Вот. И у нее, значит, есть мысли заняться трикотажем в дополнение к тому, что она занимается одеждой из тканей. А что вы предложили этой девушке? Вы предложили сшить пилотные... Связать пилотные модели. Она пришла с тем, чтобы она на себя сначала сделает вещи, посмотрит. То есть пилотные модели. Насколько... Когда я говорю человеку, что мы делаем по вашим меркам, не все даже понимают, что это человеку... Что это значит для него. Вот. И потом в процессе разговора она уже начала говорить, да, вот мне когда вот покупать, там что-то неудобно где-то там, где-то там. Я говорю, а здесь мы будем вязать, чтобы вам было удобно. Если вам будет неудобно один раз, мы распустим, перевяжем, и будет вам удобно. Со второго раза, допустим. Но это тоже все возможно. Для этого мы существуем. Да, мы перевязываем как бы, да, это может быть... Ну, может быть, не очень даже хорошо, но все, вещь получается, да, комфортнее. Ну, и потом нитки, они же не одноразовые как-то там все. Понятно. Их вполне можно перевязать, и учитывая то, что мы их не разглаживаем вот так вот, утюгом там, и что-то там с ними не делаем, так вот не вытягиваем так вот. Да, то есть, соответственно, получается, что перевязка, она ни в коем случае не ухудшает вещь, потому что мы будем это один раз. А еще такой вопрос. Я точно знаю, что тебе поступали предложения от некоторых московских российских брендов. Что их не устроило? Цена или что? Или сроки? Или количество? Вот, да, мы, я со своей мощностью не могу обеспечить им быстрые сроки, сроки большое количество. Потому что бренду нужно разнообразие размеров. Вот через неделю, вот столько-то, вот так, вот так, вот так. У меня все-таки ателье, которое... То есть это не потоковое производство? Да, это не потоковое производство. Мы не можем, как тут на больших машинах, по 10 штук в день, там, 20-30 изделий вязать в день. Вот, поэтому вот это их не устраивает. Именно количество изделий в сжатые сроки надо, чтобы пополнять запасы свои, вот этот оборот у них делать товары, да, у них раскупили, тут же подвезли. Вот этот вот момент. А бренды, которые уже пораскручивались, скажем так, имеют своих клиентов, а им нужно вот этот оборот, им нужно больше. Поэтому как бы мы не можем им обеспечить этот вот запас. Понятно. Вот, мы как разработчики, даже вот моделей, можно сказать, мы посоветуем, вот девушку, которая вот пришла с этим, которая бренд хотела, да, которая хотела бренд открыть, вот, мы даже могли, можем посоветовать, это будет что-то не так сидеть, допустим, да, это будут лучше какие-то детали избегать, допустим, как-то вот они так. У нее был такой заказ, она хотела жреть с очень золотыми проймами, и чтобы вылезть, прямо вот так вот были плечи, притык, не спущены, ничего. И вот в месте груди сидела некрасиво, вот хоть ты вот что сделай, ну некрасиво это выглядит, как она хотела, глубину пройм, ширину, да, вот, выглядело как-то не очень. Пришлось нам ее вговаривать, все-таки сделать круги пошире, чтобы, ну, как-то вот сидела хорошо. По крайней мере, если ей не нравится, если ей нравилось бы, что здесь как-то вот та почта как-то стоит, это была бы такая идея, это бы ей подошло. Раз ей не нравится, значит, нам приходится тот же как-то человеку уговаривать и показывать, что можно лучше сделать так, и вам больше нравится. Вот, это будет лучше. Так что мы тоже, между прочим, участвуем в создании коллекции. Класс! Следующий душесчипательный вопрос. Сколько стоит вот в этом ателье, в этом районе, в Москве связать свитер на заказ? Ну, хочу сразу сказать, что это будет подороже, наверное, чем во многих магазинах, скажем так. Про все не говорим, да, есть разные марки, есть разные бренды, есть разные уровни цены. Вот. Ну, я хочу сказать, что затрат прилично на это производство, потому что помимо труда работника, которая делает, в принципе, все вручную, машина, конечно, вяжет, но она вяжет не сама. Это вяжет человек на ней, работает, все убавки, прибавки, корректировки, расчеты, это все делается человеком. Соответственно, как бы это труд небыстрый, вот, и мне кажется, должен нормально оплачиваться, потому что каждый человек хочет кушать, пить, хорошо заработать, как бы не длится держать и так далее. И время приятного провести. Да, вот. Есть еще много разных расходов, которых обычному человеку не видно. Вот мы стираем, допустим, образцы, мы стираем готовые изделия, ну, не готовые, а по деталям. А что значит стираем? Это значит расход пряжи на образцы. Это значит расход моющего средства. Моющего средства. Воды. Вода, электроэнергия. Это купленная машинка когда-то в каждом конце концов. Амортизация. 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 Это тоже, конечно, возмещает все, конечно, заказчик. Новые нитки, молния, швейная машина, которые у меня тоже используются периодически. Все это надо. И все это расходы. Освещение. Тоже, опять-таки. Да, да. Все, все, все. Все входит в сторону. Ну, как скажем так, эти расходы у меня есть. Конечно, я не скажу, сколько процентов у меня от этой стоимости в каждом изделии заложено. Но эти расходы есть, которые мне тоже нужно оправдывать тем, что я работаю. Мне муж сказал, работать надо не только как работать, а нужно деньги зарабатывать. Поэтому, ну как, мой славный инвестор говорит, что мне деньги надо зарабатывать. Так что, поэтому все это учитываем по мере, как бы, каких-то своих скромных возможностей. И это не может быть дешево, потому что, опять-таки, у нас не массовое производство, и мы не можем сотнями штук одинаковых выплевывать из машины. Только успеваем там отрезать эти ниточки, да, чтобы потом их сшивать. Поэтому мы, конечно, все, как все вот у меня, кто приходит и слушает, соглашаются с тем, что цены мы не задираем на наши изделия. Ну, тогда рома работать не можно. Я думаю, это понимает каждый, кто работал вообще, как бы, да, когда-то. За зарплату. За зарплату хочется кушать. Да, хочется кушать все. По какой цене продаются свитера и изделия Штелье, вы сможете узнать в ближайшее время на выставке «Формула рукоделия». Расскажи, пожалуйста. Да, я решила показать себя миру, свое ателье и, соответственно, взять участие в выставке «Формула рукоделия». Выставка пройдет с 8 по 11 декабря на Тишинске. Тишинка, дом 11. Вот, так что добро пожаловать всем, кто хочет с нами познакомиться. Посмотреть, что мы вяжем, как, что мы используем. Вот, да, и поболтать. Я вам скажу, что Ольга очень такой энергичный человек, и пообщавшись с ней, уже тоже хочется ателье. Поэтому приходите на «Формулу рукоделия», спросите, там, какие нюансы, что, как, может быть, вам захочется развиваться в сторону вязания. Потому что, смотрите, какая интересная история. Человек вязал, навязал столько, что уже просто необходимо открывать ателье. По-моему, это наша классическая история. Нет, ну, есть еще момент такой, можно свои запасы продавать в качестве магазина пряжи, а можно вязать из того, что из своих запасов, как бы, да, и предлагать готовые изделия. Это у кого-то уже стреливает, кто как захочет, у кого что-то уже. Да. Потому что я тоже слышу периодически историю, что у людей там шкафы залежей, которые никак не извязать. Поэтому, как бы, разные истории. А тут другая история. Тут в шкафах залежи было уже, и звязаного. Из вязаного тоже, да, были пряжи были залежи, и просто вязаные вещи у меня с тупками лежали, которые, как ни странно, тоже, когда я открыла ателье, они у меня уходили. Вот. Я их продавала, правда, ну, дешевле, допустим, только пряжу продать, потому что, ну, просто потому что, да. Сколько можно уже лежать, да, и что-то начать, как бы, и вот это самое, продавать. Но людям нравится, я вот к чему. Кому-то я, между прочим, довязала рукавчик, вот женщина была, я довязала ей рукав, вообще, из другой пряжи, там полосочками сделала, подобрала. Но, как бы, она говорит, вот мне вот все хорошо, нравится, только рукавчик подлиннее. Ну, пожалуйста, я подвязала рукавчик подлиннее. Все решаемый вопрос. Вот. И люди есть, которые любят ручную вязку, потому что я сама все зря вязала тоже руками. И, как бы, ну, как бы, есть люди, которые любят это, конечно. Да, оценивать. Надо бы хорошо найти, да, у кого клиентов еще оценивать. Есть некоторые, говорят, что, ой, я сама вязала, что там вязать? Вот. Ну, это да. Это тоже попадается в нашу жизнь, как бы, не понять от этого. Это отдельное видео на нашем канале про то, какие бывают клиенты. У нас, кстати, есть отдельное видео про ценообразование, как правильно назначить цену своему труду. Спасибо, Ольга, огромное. Я прямо зарядилась. Поболтали знатно. Еще раз повторяю, Ольга будет на формуле рукоделия с 8 по 12 декабря, а вы задавайте свои вопросы. Если вы не сможете приехать в Москву и лично пообщаться, в комментариях пишите ваши вопросы. Всех целую, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...